Россия не несет ответственность по конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие во время войны 2008 года, когда Россия была вынуждена отражать нападение грузинской армии на миротворцев и мирных жителей. Кроме того, не подтверждено ни одного факта нарушений российскими военнослужащими прав местных жителей во время операции по принуждению к миру. В ходе процесса Москва представила исчерпывающие доказательства, отметили в Министерстве юстиции Российской Федерации. В свою очередь, грузинская сторона назвала решение Европейского суда историческим событием. Суд удовлетворил многие претензии к Грузии, признав нарушение конвенции. Это вторая часть вердикта касательно периода 12 августа 2008 года. Европейского суда историческим событием. Европейского суда историческим событием. Президент Грузии Соломи Зурабишвили также назвала решение Страсбургского суда историческим, отметив, что Грузия оправдана, государство признано жертвой это большое достижение и великая победа. Решение Страсбургского суда по иску Грузия против России, оно в общем-то не принесло никаких сенсаций. Хотя, конечно, в Грузии официальные лица и СМИ предпочли преподнести этот факт как какое-то историческое решение, как какую-то историческую победу, но в общем-то мы имеем дело с попыткой преподнести желаемое за действительное. По мнению югостинского эксперта, громкие заявления грузинской стороны всего лишь попытки повысить политический рейтинг. По заявлению, значит, например, грузинского премьер-министра, решение Страсбургского суда якобы поможет Грузии продвинуться в деле, так называемой деоккупации, но это все как бы попытки на самом деле поднять свой собственный рейтинг в глазах собственного населения, которое чем дальше, тем больше видеть, что политика их собственных властей, оно в отношении Нижней Сети, оно не приносит никаких дивидендов и никаких результатов. В интервью информационному агентству РЭС президент Анатолий Бибилов назвал решение Европейского суда политизированным документом. Европейскому суду по правам человека, судя по всему, пришлось совершить невероятные усилия, чтобы признать очевидное, что именно грузинские войска начали боевые действия против Южной Осетии в августе 2008 года. Но ни жестокие убийства мирных осетин, ни наполовину разрушенный цхенвал, ни страдания осетинских беженцев, ни военные преступления, совершенные грузинами, в поле зрения ЕСПЧ не попадают. Только Грузия, только грузинская оппозиция. Расследование событий 2008 года было проведено из специально созданной комиссии под руководством швейцарского дипломата Хайди Талявини. Собранные материалы также подтверждают нападение грузинских войск по приказу Михаила Саакашвили на цхенвал, что положило начало крупномасштабным военным действиям в Южной Осетии. В решении они во многом повторяют выводы комиссии Талявини, комиссии спецкомиссии ЕС, которая расследовала события августа 2008 года, которая пришла к выводу, что агрессию начала именно Грузия. Именно Грузия и там действительно факты использования систем залпового огня и кассетных байп припасов против мирного населения, там также подтверждались, как и многие другие моменты. Какие бы шаги не предпринимала Грузия, какие бы громкие заявления не звучали, Южная Осетия продолжит работу по признанию геноцида, доводить до международного сообщества историческую правду о геноциде осетин. Оксана Джоева, Олимбе Теев, ГТРК ИР, информационный выпуск, сегодня.